В октябре в администрацию поступил доработанный проект концессионного соглашения. Подписать его уполномочен глава администрации. Однако в этом случае может возникнуть конфликт интересов. Алексей Голубев направил в Городскую думу соответствующее уведомление. Его огласили на совместном заседании комитетов. В период с 01.02.19 по 07.05.19 я работал в ООАТЭК на условиях внешнего совместительства на должности научного руководителя обособленного подразделения ООАТЭК в городе Сарове. Занимался исключительно научной работой ООАТЭК и ООАРИР Саров в организации за 100% государственным участием являются аффилированными лицами. Согласно выводам отдела по профилактике коррупционных нарушений Нижегородской области у главы администрации при заключении концессионного соглашения дальше по выдержке создается риск косвенной или прямой его личной заинтересованности, которая способна оказать влияние на использование служебных обязанностей в свою пользу и в пользу третьих лиц, с которыми у него ранее существовала связь в виде служебных, финансовых и иных обстоятельств. При поступлении такого уведомления депутаты обязаны создать комиссию, которая будет проверять соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции. Решено направить туда пять человек. В состав комиссии делегирован представитель областного правительства Дмитрий Филипенко из Министерства внутренней и региональной политики. Также на комитете предложили включить в нее депутатов Антона Ульянова, Ирину Старостину, Евгения Михеева, руководителя аппарата Городской думы Евгения Сушкова. Состав комиссии депутаты должны утвердить на заседании Городской думы 31 октября. Екатерина Ампенова, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24.